МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 24 на ННТ в студии Махач Курбанов. К начале выпуска короткий анонс. Новый начальник управления МИМЮСТР РФ назначен в Дагестане. Сотрудники ДПС проводят профилактику среди пешеходов. В Махачкале открылся Центр создания семьи, интерес к которому растет с каждым днем у тех, кто ищет спутника жизни. Рамазан Абдулатипов назначил нового начальника управления МИМЮСТР России по Республике Дагестан. Им стал Умар Ханип Шахманаев. Глава представил новое лицо руководителям правоохранительных органов, взаимодействующих структур и коллективу ведомства. Рамазан Абдулатипов отметил, что управлением МИМЮСТР России в Дагестане за прошедшие годы налажено конструктивное сотрудничество с органами государственной власти республики, местным самоуправлением и аппаратом полномочного представителя президента РФ. В целом формы и методы взаимодействия свидетельствуют о сложившейся эффективной системе, позволяющей успешно решать поставленные руководством страны и МИМЮСТР России задачи, продолжил глава республики. У нас хорошее отношение, хорошие связи, что создает хорошие условия для качественной работы Умар Ханипа Шахманаевича на новые должности республики Дагестан. Заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов поблагодарил территориальные органы за качественное взаимодействие и зачитал приказ о назначении. Его подписал министр юстиции РФ Александр Коновалов. Умар Ханипа Шахманаевич – грамотный специалист. Он начинал работу со специалиста и сегодня, как я уже сказал, назначен на должность начальника управления. И все эти годы он проработал в системе министерства юстиции РФ. В Махачкале открылся и функционирует Центр создания семьи. Теперь каждый, не состоящий в браке человек, вне зависимости от пола, возраста и социального статуса, может обратиться в семейный центр и найти свое счастье. Подробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. «Не могу найти жену. Моему сыну нужен отец». Подобные слова можно услышать от сотен одиноких людей. У каждого полноценного человека есть природная потребность создания семьи. В браке человек получает то спокойствие и умиротворенность, которые он не может получить другим способом. Семья является сдерживающим фактором, чтобы не проявлялись какие-то отрицательные стороны личности. Потому что мы можем наблюдать, люди, которые семью не создали вовремя, они начинают мыкаться в поисках какого-то альтернативного пути. Кто-то может удариться в карьеру, это, например, трудоголизм, кто-то в науку, кто-то еще что-то. Иногда бывает это положительно, но в основном человек все-таки живет не совсем полноценной жизнью. Многие люди не состоят в браке ни от того, что не хотят заводить семью, а потому что не могут найти спутника жизни. Созданием семейного центра, который расположен на четвертом этаже администрации центральной мечети, и заключить брак станет значительно легче. Подать заявку может любой. После заполнения анкеты специалисты проводят с кандидатом беседу и проверяют на достоверность предоставленную им информацию о своем социальном статусе. Предлагаем этому человеку эту кандидатуру. Если же ему нравится эта кандидатура, и он не против, то мы и вот вторую кандидатуру приглашаем отдельно. И мы говорим, что вот такой человек есть, который вам подходит. И фотографии показываем. И при обоюдном согласии мы приглашаем обоих уже и вместе беседуем. Если после очной встречи стороны выражают согласие, сотрудники центра помогают заключить брачный договор и создать полноценную семью. С 1 августа сюда обратились около 100 человек. Из них 5 пар успешно заключили брак. Семейный центр готов принять всех желающих. Но нельзя забывать, что семья – это не игрушка, к которой можно пренебрегать или относиться легкомысленно. Каждый мужчина и женщина должен знать свои права и обязанности, чтобы жить счастливой семейной жизнью, а не существовать. Камзатур Магомедов, Гвач Курбан Алиев, телеканал ННТ, Махачкала. Правительство Республики Дагестан утвердило постановление о мусульманском празднике Курбан-Байрам. 1 сентября 2017 года считается нерабочим праздничным днем. Решение принято в соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона 26 сентября 1997 года 125 Федерального закона о свободе совести в религиозных объединениях по обращению централизованной исламской религиозной организации Муфтият Республики Дагестан. И к другим новостям. Крупное ДТП произошло в Карабудахкентском районе. Накануне вечером на 14-м километре автодороги Манас-Сергакала дорожно-транспортное происшествие унесло жизни трех людей. Авария произошла по вине водителя автомобиля Лада Приора. Он, следуя в направлении поселка Манас, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Тойота Камри. Четверо пострадавших в результате случившегося доставлены в центральную районную больницу села Карабудахкент. Подробности происшествия устанавливаются, передает МВД по Республике Дагестан. Сотрудниками ДПС накануне было организовано городское оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Акция проводится в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, немалая часть которых совершается по вине пешеходов. В центре внимания акции пешеходы, с которыми силы полка ДПС ведут разъяснительные беседы, где можно переходить дорогу, а где нельзя. Проблема неспроста вызывает озабоченность столичной госавтоинспекции. Как показывает статистика, более 50% всех аварий в Махачкале составляют наезды на пешеходов. С начала текущего года количество ДТП, зарегистрированных на территории муниципалитета, составило 139 случаев. В результате этих автоаварий погибло 11 пешеходов и травмировано 137 участников дорожного движения. Транспортное средство, которое не предоставляет именно дорогу пешеходов, то есть не предоставляет преимущество пешеходов, на них составляется административная протокола по ст. 12.18. А также пешеходы, которые переходят проезжую часть дороги, не установлены местом, то есть не пешеходного перехода, их тоже мы останавливаем, проводим беседу. Лучшие дворовые спортивные состязания, позабытые в эпоху компьютеров, возродились сегодня в Махачкале. Благотворительный фонд «Тут добро» провел общегородские забытые игры. В мероприятии приняли участие воспитанники детских домов и интернатов города. Поддержать особенных ребят пришли и обычные школьники. Подробнее Ларьяна Шамхалаева. Великаны-карлики, салочки, вышибалы. Увернувшись от летящего меча, дети радостно смеются. Как же мало им нужно для счастья, говорят организаторы забытых игр. Мероприятие проводится в столице уже 24-й раз. Главная его цель – помочь адаптироваться ребятишкам с самыми разными диагнозами в социуме и завязать знакомство с другими детьми. Это мероприятие проводилось по отдельности, практически во всех дворах нашего города и в каждом детском доме по отдельности. Сегодня мы решили это все объединить и сделать одни общегородские. С той целью, чтобы объединить детей из детских домов с обычными городскими детьми, чтобы городские дети понимали, что эти дети тоже такие же, как и они, хотят играться, хотят дружить и так далее, чтобы у них был какой-то контакт. Такие соревнования, по словам специалистов, благоприятно сказываются на состоянии детей с ограниченными возможностями. Каждый ребенок получает награду за смелость и за участие. Воспитанники образовательных учреждений надеются, что подобные игры будут проводиться как можно чаще. Когда все сегодня здесь собрались, мы отмечаем этот праздник. Но этот праздник посвящен нашему директору, дома интерната, забота. У меня пока не качают. То, что она это организует, это все правда. Ей за то спасибо. Толерантность и дружелюбие учат такие встречи, говорит Виктория Плетнева, ученица лицея номер 8. Девочка не в первый раз общается со сверстниками-инвалидами и уже завела много новых друзей. Я очень хочу контактировать с такими людьми, дружить с ними, потому что мне кажется, что они такие же люди, как и мы. Они очень интересные, они добрые. Я хочу, чтобы они почувствовали себя так же, как чувствуем себя мы, чтобы они не чувствовали себя как-то ущербно. И я очень хочу, чтобы в Махачкале существовала дружба. В ближайшее время организаторы забытых игр планируют выйти на республиканский уровень. Вовлекая в игры детей из других детских оздоровительных учреждений, городов и районов Дагестана. Ларианна Шамхалаева, Нурмухамад Мухамадов, телеканал ННТ Махачкала. Депутат городского собрания Махачкалы Джамал Кудаев провел прием граждан по личным вопросам на площадке региональной общественной приемной Дмитрия Медведева. Он рассмотрел обращения и выслушал проблемы более 10 жителей республики. Одной из первых обратилась к Кудаеву махачкалинка Джамиля Магомедова. Она сообщила, что в связи с инвалидностью нуждается в приобретении корректора осанки. Депутат неотложно переговорил по телефону с руководством регионального отделения Фонда социального страхования. Давайте мы депутатский запрос тоже отправим на имя Асмана Сулеймановича, для более конкретного решения. И с личных средствами мы вам тоже поможем, мы заедем к вам и на контроль это дело возьмем. Также к депутату на прием из села Ругуджа Гунипского района приехала ветеран труда Хадижат Алиева. Ее семье еще в 1950 году был выделен земельный участок, который государство на тот момент предоставляло семьям участников Великой Отечественной войны. Как рассказала Алиева, пять лет назад на часть ее земельного участка начал претендовать сосед. Для решения данной проблемы на имя главы Гунипского района будет направлен депутатский запрос. Далее обзор коротких новостей от Умы Ибрагимовой. На декана факультета культуры Дагестанского государственного университета и старшей лаборантке этого же факультета возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в июле 2017 года в Махачкале местная жительница обратилась к старшему лаборанту данного факультета по поводу поступления. В ходе разговора подозреваемая предложила передать ей в качестве взятки денежные средства в размере 100 тысяч рублей, из которых 50 предназначались ей, а остальная часть для декана факультета. Дагестан – лидер среди российских регионов по животноводству. Республика заняла первое место в стране по численности голов крупного рогатого скота. Региональная доля в общероссийском поголовье составила более 5%. В части молодежного животноводства республика также занимает первое место. Численность коров в регионе составляет почти 503 тысячи голов. Махачкалинец обвиняется в оскорблении сотрудника полиции. По версии следствия, на вокзале железнодорожной станции Махачкала сотрудник полиции выявил административное правонарушение в действиях местного жителя. Мужчина курил табак на запрещенной территории. На требование прекратить курение проявил агрессивную реакцию и начал оскорблять полицейского. С начала этого года в Дагестане выявили и ликвидировали 159 несанкционированных мусорных свалок. Данная работа проводится по поручению главы региона Рамазана Блатипова в рамках объявленных годы экологии, Каспия и других водных ресурсов. Дагестанка Салтанат Абдусаламова примет участие в отборочном всероссийском турнире по Киакусинкай среди мужчин и женщин. Он пройдет 26 августа в Москве. За право войти в состав сборной России сойдутся 137 спортсменов, которые разыграют путевки на чемпионат мира в 9 мужских и 6 женских весовых категориях. Ну и перед тем, как попрощаться, курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 14 копеек, евро 69 рублей 69 копеек. Смотрите наши новости на сайте nntv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего.